всем привет хотел сегодня с вами поговорить на тему змей ну почему эта тема такая вот и животрепещущая потому что я живу в общем-то летом на территории где очень много змей вот сам я с ними один раз контактировал достаточно плотно меня укусила гадюка я соответственно лечился лечение не самое приятное куча уколов рука распухает причем вот за эту руку укусили сантиметр на 2 на 3 распухает рука еле шевелиться поэтому последствия такие они очень неприятны возможно даже смертельный исход если у вас предрасположенность какой-то каком-то аллергии вот итак начнем змеи да к сожалению змеи это наши спутники неотъемлемые даже в подмосковье лично мне эти существа они просто неприятно и я их не люблю когда натыкаюсь в лесу главная мера предосторожность когда вы видите змею это не делать резких движений змея в отличие от многих других видов обладает плохим зрением и если вы будете кричать брыкаться махать руками то змеи змея скорее всего вас ужалит другие звери убегут змея же наоборот она ужалит змея чем похожа на человека хотя бы тем что она в теплые дни выползает на солнце греться как человек в жару также она может искать себе укрытие как человек она может прятаться везде вот змея в принципе такой достаточно тупое существо но у нее есть очень мощное чутье поэтому если вы где-то хоть раз на своем участке прибьете змею чем-то лопатой там или еще чем-то учтите что змеи они не пожирают себе подобных они могут пожирать только остатки других змей это в принципе им свойственно поэтому если вы где-то убили змею учтите у нее очень мощное обоняние она всегда другие змеи всегда будут проползать на место убитой змеи поэтому соответственно если вы где-то ее лопатой там фиганете относите ее как можно дальше в лес вот снимайте слой земли не была убита змея тоже уносите и тщательно мойте соответственно вот это то чем вы это сделали самое лучшее конечно это змеи не трогать когда вы их видите замирать на месте змея как правило если вы замираете на месте потихоньку отходите на вас не нападает ни в коем случае не поворачивайтесь к змеи спиной вот одним из самых универсальных способов для борьбы со змеями лично для меня является такой звуковой акустический метод то есть я беру железку большую кладу на землю сверху какой-то дрын металла там или деревянной и бью сверху кувалды такие вот образуются колебания змеи очень сильно чувствует колебания и несколько ударов каждый день по земле соответственно очень сильно воздействует на этих гадов и они соответственно ползают они очень сильно не любят колебания если вы где-то купаетесь и вдруг рядом с вами плывет змея запомните змея как правило в воде не атакует ваша задача совершенно спокойно от нее как-то попытаться ретируется хотя говорить о спокойствии когда рядом с вами плывет змея достаточно сложно но тут самое главное не поддаваться панике запомните любой контакт со змеей вы должны быть спокойны вы не должны никогда поддаваться панике потому что если вы будете повторюсь паниковать то змея скорее всего вас укусит они тоже вот это все как бы это чувствуют еще у змеи некий такой взгляд она как бы у нее вроде как что-то тут срослось где глаза и взгляд такой не мигающий поэтому многие рассуждают о гипнотическом взгляде змеи единственным утешением которым хочу сказать что в принципе подмосковные змеи они не особо опасны поэтому имейте это ввиду что в принципе летальный исход он возможен только в таких крайних случаях вот что касается заборов имейте ввиду что многие сейчас практикуют всякую сетку рабицу там какие-то дощатые заборы то змеи спокойно через все эти вещи лазит поэтому низ всегда надо закрывать асбестоцементные там или каким-то металлом чтобы через низ не могли ползать змеи естественно сюда можно отнести сразу и покос и покос травы то что траву надо косить постоянно змеи не любят еще змеи могут жить в дровяниках вот у меня сзади спины дровяник змеи там тоже могут сидеть поэтому ежедневно я занимаюсь простукиванием земли вот для того чтобы вы выманить оттуда этих гадов чтобы они соответственно уползли так когда вы ходите за грибами меры предоспороженности это хорошие джинсы и сапоги соответственно там эта палка то есть никогда не нагибайтесь просто так увидев гриб сразу туда попробуйте пошурудить там палкой жительно конечно рогатину потому что среднем змея вдруг за вас охотниче напасть вы по крайней мере сможете ее так вот это рогатиной слегка так это прижать и соответственно она не сможет вас атаковать то что меня змея укусила соответственно когда я нагибался за грибов что касается укуса змеи то в принципе сам по себе он по болезненным ощущениям сродни крапивному ожогу то есть она меня кусала три раза я даже не понимал что происходит поэтому имейте ввиду еще обратите внимание что если вы встречаете маленькую змею маленького гаденыша то этот гаденыш он еще ядовите чем крупный поэтому старайтесь виде маленького гаденыша просто просто подходите постепенно потихоньку постепенно помните что все живые существа это члены экоприроды мы все живем в природе поэтому как бы старайтесь да конечно их не убивать этих змеи делать это не стоит старайтесь просто да вот такими вот простыми методами себя ограждать как покос сплошной забор снизу простуквение земли соответственно какие-то такие вот мероприятия не без лишней надобности не нагибайтесь в траву если вы не знаете что там девайте какой-то плотные джинсы на ноги всегда и соответственно таким образом вы резко снимете возможность соответственно непосредственно контакта с ними конечно не все эти методы действенны вот по сути тут повторюсь универсальных каких-то таких советов нет кроме именно простюки не земли потому что они чувствуют эти соответственно колебания но еще говорят что мол якобы ежи да ежи мол они тоже борются со змеями ну что ж если у вас есть ежи подкармливайте ежей и надеюсь что змеи вас проползут мимо вас мимо соответственно читал еще в интернете про некие там чудо-порошки которые вы рассыпаете и мол якобы змеи не будет нет это все бред змеи были есть и будут и наша задача в том чтобы как раз минимизировать именно такие вот контакты с ними вот а контакты с ними повторюсь кроме простюкивания по почве нет никакого иного универсального способа обезопасить свой дачный участок соответственно себя от общения с этим скажем так не самыми приятными существами на нашей земле всем спасибо за внимание